Упана, салам алейкум, братанчики, чтобы вы понимали, это уже 26-я серия пути вам жабейстика на просторах онлайн РП. И кстати, братанчики, если вдруг вы хотите поиграть на проекте вместе со мной, то просто скачивайте игру по ссылочке в описании, залетайте на сервачок Гавайи, после захода вводите промокод хэштег бейстик. Ну и чтобы вы понимали, ведя его, вы абсолютно бесплатно получаете 120 тысяч, ну а также спорткар Nissan GTR. И кстати, под прошлой серией вы набрали 200 лайков, и донатик забирает вот этот вот челик. Сколько лайков вы соберете на этой серии, столько доната я и разыграю в следующий раз. Да, конечно, сейчас вы, наверное, знатно офигеете, но весь материал на 50 гигабайт, который я снимал до этого, просто похерился. Поэтому сейчас мне придется рассказать, что я тут вообще делал 3 часа. Во-первых, конечно же, открывал клады. У меня, блин, практически весь инвентарь всяким хламом забит. Также, кстати, я словил маску кровавого Бэнни на центральном рынке всего за 1 бакс. Там ее просто какой-то чувак разыгрывал, и мне удалось ее словить. И чтобы вы понимали, она стоит около 100 тысяч баксов, так что мне повезло. Также я как бы ездил на контейнеры, на которых я нихера не словил, потому что там были просто заоблачные ставки. Ну и самое интересное, это то, что я словил себе бизнес. Давайте сейчас соберем свой велик. Ну и доедем до него, мне просто очень хочется вам его показать. Ну вот он, короче, мой новенький магазинчик 24 на 7. Чтобы вы понимали, словил я его всего за 450 тысяч баксов. Ну как бы у него расположение не такое уж и хорошее, Сан-Фьеры все-таки. Но честно, когда я посмотрел доходы, я просто офигел, они доходят практически до 700 тысяч баксов. Ну а пацаны, у меня как бы есть предположение, то что эту финку просто накрутили, и как бы она нереальная. Вообще бизнес я уже обслужил, как вы видите, закинул сюда 10 тысяч продуктов. У меня на счету есть 21 тысяча, ну и как бы это бабки за то, что я покупал себе тут локаторы. Вообще магазик просто имбовый. Вы посмотрите на эти цены, вы такие цены ни в одном магазине, блин, не найдете. Ах да, кстати, я сразу вкачал субсидию для снижения налогов. Ну, просто пацаны, я не миллионер, чтобы бешеные налоги отдавать. А так в два раза меньше будут, почему бы и нет. Так, давайте сейчас по новой соберем свой велик. А, тормозить у меня лопаты нет. Возвращаемся, короче, в магазик. Возле него сразу юзаем локатор, ставим себе меточку, пастиком забегаем в магаз. Купаем локатор, также две или даже три железные лопаты. А, мой инвентарь переполнен. Эй, тормозите, а что мне со всем этим делать? Сейчас, короче, выкину вот эти вот все отмычки, мне это все нафиг не надо. А, так я еще рядом с мусорным контейнером должен находиться, понял? А где его найти тут, блин? А, я могу отследить ближайшую мусорку. 329 метров, вы что, на приколе? Ладно, что, покупаем лопату, ну и быстренько едем туда. Вот она моя родимая. Сейчас, короче, выбрасываем туда абсолютно все, что нам нафиг не надо. Вот эти все червяки, удочки. Ну, в принципе, немного места освободило, нормально. Все, короче, погнали фастиком к кладу, а то его еще своруют, блин. А, фух, все нормально, он на месте. Вязаем нашу лопатку. Нам выпадает золотая лопата, вот это мне надо. Материалы и бандана с синими узорами. Не, ну полное дерьмо, что сказать. Ладно, что, давайте долетим до Лос-Антоса. Так, ну все, я возле салона. Загружаем тут свою ласточку. Вот она, моя быстья. Так, мне нужно ее немного отогнать. Ну и теперь залезть в багажник. Перекидываем сюда, короче, всякую парашу, которая пускай лежит, и я не буду ее трогать. Ну во, хотя бы как-то инвентарь освободил. Я, кстати, хочу зачекать, сколько BMW M5 E60 стоит. Два ляма 400, и у нее максимальная скорость 190, че, блин. Чтобы вы понимали, у моей бэйхи максималка 220. Да нафиг она тогда вообще нужна? Вообще, ребята, эту серию я хотел зациклить на нашем хэллоуинском ивенте. Он, конечно, вас уже, наверное, задолбал, но, как говорится, терпите. Просто, пацаны, я за ночь налутал себе тыквы, открыл их, и мне как бы выпали косточки. Чтобы вы понимали, у меня сейчас их 808 штук. Ну и мне нужно их куда-то выгодно вложить. Вообще, я узнал то, что есть какой-то автосалон скелетона. Там, типа, можно купить тачки за косточки, и погнали туда сгоняем. Так, ну все, я уже возле этого автосалона. И давайте как бы чекнем, че тут вообще можно купить. Первая у нас вот такая вот Audi, которая стоит всего 1000 косточек. Ема, она едет даже быстрее моей бэйхи. На самом деле, тут очень много машин, и, блин. Я бы хотел вот эту икседьмую бэху, но стоит она 5300 косточек, и, я не знаю, я по гробу жизни буду их зарабатывать. Поэтому идеальный для нас вариант вот это вот Audi. Вы че, на приколе у меня тачку на штрафстоянку забрали? Она, блин, просто вот тут стояла, шакалы. Ладно, отслеживаем штрафстоянку. Она у нас, естественно, в жопе мира. И сейчас в эту жопу мне придется добраться. Ладно, меньше слов, больше дела. Собираем наш шарик. Ну и летим спасать нашу бэху. Ема, ну это просто изи, за 5 секунд считай, долетели. Забегаем мы сейчас в здание. Подходим вот сюда, выбираем БМВ. Вы не можете забрать транспорт, пока не закреплены неоплаченные налоги. Че? Так, че у нас тут по налогам за транспорт БМВ? 900 рублей. Ну, кстати, нормально, оплачиваем. Ну и теперь забираем. 2500, вы че, шакалы? Ладно, все, ее можно как бы вы... Ладно, все, ее как бы можно выгрузить. Запрыгнуть в шар. Ну и отправиться на хэллоунский ивент. Потому что именно там, пацаны, мы сможем заработать косточки. Эй, ты че за фигня? У меня шар сам по себе, и сейчас это нормально. Ладно, быстренько хилимся. По новой собираем шар. И меня убивает какой-то придурок. Ну ты даун или че? Вот, короче, этот деградант. Ну и мы откидываем его в Диморган. Да ты мое место, блин. А, так он еще и в полиции работает на третьем ранге. Как этого дебила вообще туда взяли? Ладно, это уже не наше дело. Сейчас по новой лечимся. Эй, какого фига я в Лас-Вентуресе? Так еще и ларек с едой закрыт. Ну, просто жизнь боль. Ладно, че, по новой собираем шарик. Ну, я надеюсь, теперь мы спокойно туда долетим. Так, ну все, мы, в принципе, на месте. Приземляемся. Ну и бежим в наш замок. Тут, блин, просто дофигищу народу. Чтобы вы понимали, два часа назад тут было примерно столько же игроков. Они просто тут живут. Сейчас самое главное это зарегистрироваться в какой-то лобби. Потому что, как вы видите, они у нас все заняты. И как бы нам нужно его как-то словить. О, неужели зарегистрировался в пятом лобби? И игра у нас начнется через 4 минуты. Ну че, ждем. О, все, игра у нас началась. Ну и сейчас нам нужно будет чинить генераторы. Вот, короче, маньяк. Он пишет, не надо денег. Ева, вот за это реальный респект. Сейчас, короче, чиним генераторы. Теперь чиним второй. Отлично. Теперь третий. Ну и все, отлично. Мы все починили. Тут какого-то фига пропал пол. Ну нормально, че? Ну и все, пацаны. Открыли дверь. Убегаем. И мы получаем 62 косточки. Кайф. Сейчас, короче, нам снова нужно зарегистрироваться. Снова вот это все ловить, блин. О, неужели я зарегистрировался в лобби? Я дурак. Я отменил регистрацию, эээ. И у меня теперь КД. Ну, молодец. Зачем я это сделал? О, неужели я зарегистрировался во второе? Ну и игра у нас начнется через 3 минуты. Кстати, у меня 870 косточек. И это очень хорошо. О, все, отлично. Мы заспаунились. И вы прикиньте, я первый раз в жизни маньяк, блин. Ко мне сразу подбежали челики. Играйте, парни. Вот, оказывается, мои подписчики, они меня узнали. Вот здесь ты, чтоб не трогал. Остается 2 минуты, они так и не могут взломать дверь. Ну и в итоге, пацаны, я выиграл и получил 50 косточек. Нормально так. Сейчас, короче, по новой пробуем зарегистрироваться. О, неужели я зарегистрировался в 5-е лобби? Ну и игра начнется через 4 минуты. Так, ну все, мы залетели. На этот раз я не маньяк. Давайте сразу подбежим к маньяку. И он говорит то, что последний труд. Возим, короче, 10 тысяч. Ну и бежим чинить генераторы. Ну и все, отлично, выбегаем. Получаем 30 косточек и 28 дополнительные. У нас уже 978 штук. И нам, как бы, пацаны, нужно еще больше. Я сразу зарегистрировался в 3-е лобби, ничего себе. Ну что тогда делать, ждем. Так, ну все, мы залетели, мы снова выжившие. Бежим, короче, к маньяку. Он написал то, что последнего убьет. И я, как бы, просто свалил. Ема, он лезет за мной. Пацаны там пока что генераторы чинят. Не-не-не, не надо. А, блин, он меня в итоге оглушил. В итоге он просит у меня бабки. Ладно, передаем 10 тысяч. Сейчас мы быстренько выбираемся. Ну и все, бежим к выходу. Все, короче, выходим. Получаем 30 и 20 косточек. Все, пацаны, отлично. У нас 1028 костей. Это значит то, что я могу позволить купить себе ауди. Сейчас мы, короче, выбегаем зеленые зоны. Спавним воздушный шар. Ну и летим к автосалону скелетона. Так, ну все, я прилетел. Ну и что, сейчас будет момент истины. Забегаем в автосалон. Выбираем себе раскраску. Блин, ну мне кажется, вот это самое прикольное. Ну и все, покупаем. Нажимаем купить. И все, пацаны, у меня есть новая тачка. Чисто ауди абсолютно бесплатно получил. Мне интересно вообще, что она из себя представляет. Ну, яма, разгончик у нее прям очень бодрый. Такое чувство то, что она даже быстрее бэхи едет. Максималочка 210. А почему там 230 написано? Ну ладно. Ее можно туда-сюда пошвырять, посветить на ней. Это реально круто. Давайте не будем терять времени. Используем локата. Появляется у нас метка в Лас-Вентурсе. Ну и сейчас мы фастиком едем туда. Ема, спустя столько времени я неужели нашел наш кладик? Ну и что, копаем его с помощью золотой лопаты. Оленина, наркотики и черная вытянутая шапка. Очень нужные вещи, конечно.